Я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. А вы когда-нибудь давали себе обещания на будущий год? Почти все это делали и знают на собственном опыте, что эти обещания трудно сдержать. Но если нам и удается изменить свою жизнь благодаря этим обещаниям, есть некие изменения, осуществить которые мы сами не в состоянии. Что это за изменения, как они могут произойти и какую реакцию они могут вызвать у других, мы узнаем. Давайте сейчас встанем и посмотрим, как дальше развивалась история Павла. Это 26 глава «Деяний святых апостолов». Мы начинаем читать с 12 стиха. Итак, 26 глава. «Деяния святых апостолов». Начиная с 12 стиха. А вот что Павел сказал о гриппе. Для всего, идя в Дамаск, со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел Государь, с неба свет, превосходящий солнечные сияния, сиявшие меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл! Савл! Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. «Но встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий сосвященным». Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской, и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния, за что схватили меня иудеи в храме и покушались растерзаться. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит себя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь, — Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель Вереника, и сидевшие с ним встали, и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. Аминь». Итак, Павел оказался перед царем Агриппой, который вошел в этот зал с большой помпезностью. Также там присутствовал наместник Фест, высшие военные чины и многие важные люди города. Павел защищал себя, свидетельствуя о том, что Бог сделал в его жизни. Он говорил о надежде, надежде которую можно найти только в Иисусе Христе. Но затем он вкратце упомянул и о том, что когда-то он сам выступал против Христа и этой надежды. А вот что он сказал, «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисусом и в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах». Павел сказал, «Вот я стою перед тобой, царь Агриппа. У меня есть вера в надежду, которая исполнилась во Христе Иисусе. Но знаешь что, царь Агриппа? Когда-то в моей жизни было время, когда я был таким же, как мои обвинители. Я боролся против надежды, против Христа. Я противопоставил себя Ему. Я придумал свою стратегию касательно того, как я могу причинить наибольший вред этому Христу и христианам. Не только в Иерусалиме, но и в других городах. Я охотился за ними. Я хотел бросить их всех в темницу. Представь себе, в те времена я одобрял их казнь, сказал Павел Агриппе. И мы только что прочитали об этом. И когда убивали их, я подавал на то голос. Павел сказал, «Я был одержим мыслями о том, чтобы стереть всех христиан с лица земли. Я врывался в синагоги и преследовал христиан». А вот каким было его свидетельство. Оно было ясным, понятным, без умалчивания, без преувеличения. И тут, конечно, возникает такой вопрос. Как это вообще было возможно? И что в итоге произошло с Павлом? Этот гонитель внезапно стал защитником Христа. Когда мы читаем Библию, мы понимаем, что Павел не просто немного сменил курс. Он начал мыслить в таком ключе. Он был глубоко убежден в этом. То, что он раньше испытывал по отношению ко Христу, в один момент полностью переменилось. И все мы можем в определенной мере изменить свою жизнь. Мы можем придумать себе новые цели на Новый год. Например, я могу встать завтра утром и сказать или пойти спать и перед сном пообещать себе с завтрашнего дня я больше не буду есть шоколад и стану пробегать по 10 километров в день. Поймите, мы можем принимать в нашей жизни определенные решения. Мы можем принять решение и сказать «Я буду работать над своим браком или я хочу привести в порядок свою жизнь. Я хочу убраться у себя в комнате и выбросить все ненужное. Тут нет никаких проблем. Вы вполне сможете это сделать. Что мы не можем сделать, так это превратить смерть в жизнь. этого мы сделать не можем. Для нас это невозможно. Библия объясняет нам это тем, что человек без Бога мертв духом. Таким был и Павел. Он был мертв из-за своих проступков и грехов. Он был мертв духом. Он не признавал Иисуса. Он не видел его. Нет, он преследовал его. Поймите, это была не какая-то мелочь, вроде «Ну, я завтра проснулся, начну лучше организовывать свою жизнь». Нет, это был поворот на 180 градусов от смерти к жизни. Сами мы такого сделать не можем. Мы видим это в каждой истории об обращении в веру. В деяниях святых апостолов нам снова и снова дают понять, что сам Павел не ожидал ничего такого. Он не делал шагов по направлению к Иисусу. Нет, это было сверхъестественное Божие вмешательство. Эти перемены сотворил Бог. Мертвые духом люди могут принять много всевозможных решений, изменить свою жизнь, но это не делает их живыми. Это может сделать только Бог. И Бог сделал это с этим человеком, но как он это сделал? Павел сообщает нам об этом во время своего допроса. В Библии все так живо и увлекательно описано, что мы будто переносимся туда. Среди дня на дороге я увидел государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявшие меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Иногда люди говорят, знаете, то, что Павел пережил тогда, очень похоже на какой-то транс. Есть даже люди, которые считают, что с ним случился эпилептический припадок. Они говорят, он просто немного заблудился, и у него было видение. Лука в своей книге дает нам четко понять, что мы должны быть очень осторожны со своими суждениями. Он сообщает нам, что это было среди дня. Что означает среди дня? Это когда солнце сияет ярче всего. Это было среди дня. Внезапно я увидел свет. Каким же был там свет? Светило солнце? Но нет. Этот свет был ярче? Солнце? Вот что сказано в Деяниях. Посмотрите. среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Иначе говоря, Павел сказал, государь, мне явился Бог, и эта встреча поразила меня и моих друзей, а после я услышал голос, обращавшийся ко мне с такими словами. Саввл, Саввл, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против рожна. Что значат эти слова? Раньше, чтобы гнать, скот использовали палку с острым концом. Если какое-то животное не слушалось пастуха и вставало на дыбы против этой палки, она только глубже и больнее впивалась своим жалом в их плоть. Послушай, Саввл, тебе будет очень трудно, если ты встанешь на дыбы против рожна. Ты что, не видишь, твои брыкания не принесут никакого смысла? Чем сильнее ты будешь брыкаться, тем глубже рожон войдет в твою плоть. Для валов нет никакого смысла бороться с рожном. Чем больше они с ним борются, тем больше они себе же вредят. Саввл, ведь ты тоже делаешь что-то подобное. Ты согласен? О, да, я согласен. Я заметил, что то, что я делаю неправильно. А еще, государь, я понял, что этот Христос, который обратился ко мне, был неразрывно связан с христианами, потому что он спросил меня, что ты гонишь меня? Я услышал голос и увидел свет. Некоторые люди считают, что я не слышал никакого голоса и не видел никакого света, но мне нужны были тот голос и тот свет. Бог знает, что нужно вам. Голос Божий может явиться нам по-разному. Некоторые люди замечали, что если у вас есть внуки, голос Божий может явиться вам и через них. Иногда они могут подойти к вам и спросить, «Дедушка, ты веришь в Иисуса? Бабушка, а Иисус является твоим спасителем? Можешь прочесть мне эту библейскую историю? Возможно, это станет вашим рожном. Сложно противиться таким просьбам. Ваш милый внук или милая внучка затронут ваше сердце. Не каждого из нас бросит озим сверхъестественным светом. У Бога есть много других рожнов, которые будут колоть нас и впиваться в нас, и вы будете знать, что будет этим рожном, и, возможно, вы даже перестанете ему противиться». Далее. Павел сообщил царю о гриппе, что Бог повелел ему стать миссионером и апостолом для народа. А затем начал снова говорить о Христе. А вот что он сказал, «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя и малым, и великим, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу и язычникам. Он снова перешел ко Христу и стал говорить о его смерти и воскресении, а также о надежде, об исполнении надежды в Иисусе Христе». Но тут его перебил Фест. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия, ты спятил, Павел». Фест никогда раньше не слышал ничего более сумасшедшего. Возможно, он был готов поговорить о воскресении, особенно если говорить о нем образно, то тогда все мы готовы, но это не метафора, это нечто иное. И Павел тоже говорил о другом. Он говорил о буквальном телесном воскресении, которое произошло на самом деле и коренным образом изменило его жизнь и жизни многих других людей. Агриппа и Фест. Послушайте меня, Христос меня изменил. Я стал новым человеком. А вот что Павел ответил Фесту, «Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». После этого небольшого отступления с Фестом, Павел снова обратился к Агриппе, к которому он и обращался до этого и сказал, «Ибо знает об этом царь». Обратите внимание, как смело он держится. Из всех собравшихся там, он обращается именно к царю и призывает его к ответу. Перед ним и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего сокрыто. Агриппо, ты же в курсе происходящего, ибо это не в углу происходило. Я знаю, что ты веришь сказанному Ветхом Завете, ты должен верить и мне, ведь ты наверняка веришь в Иисуса. А вот так заявление. Своими речами он загнал царя в угол. Агриппо не был римлянином, он был иудейского происхождения. Он знал о Моисея и пророках, но еще он был и царем, и поэтому ему не хотелось терять свои позиции. Фест потерпел неудачу из-за своего гордого ума. Он сказал, ты сошел с ума, раз выступаешь с такими речами. Я гораздо умнее тебя. Как может римский наместник верить в такую безумную вещь, как воскресенье? Сагриппо и же дела обстояли по-другому. Скорее всего, он верил воскресеньем, но сделать последний шаг по направлению Христу он сделать не мог, потому что хотел сохранить свою позицию. Все-таки он был царем. Он не хотел смирить себя, признать себя грешником и принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Но Павел призвал его к ответу, и поэтому он все-таки ответил, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Здесь мы видим две типичные реакции на Благую Весть, которые мы можем встретить и по сей день. Именно это происходит сегодня. Когда проповедуют Благую Весть о распятом и затем воскресшем Христе, тогда это благовествование призывает нас отвернуться от наших грехов, смирить себя перед Христом и попросить его прощения нашей вины. Чаще всего этому противится гордость нашего ума, как это было в случае с Фестом. Он и символизирует эту гордость. Вторая реакция связана с гордостью за свое положение, за свою должность. Царь Агриппа сказал, «Я же царь, я не могу смирить себя». А как с этим обстоят дела у вас? Что сдерживает вас от того, чтобы начать уповать на Христа? Ваш разум? Ваша должность? Ваша репутация? Ваша гордость? Давайте помнить о том, что наша земная жизнь однажды закончится. Иисус сказал, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Пусть Бог поможет нам применить это послание к нашим жизням». Еще интересный момент. К концу своей речи Павел остается ни с чем. По всей видимости, никто так и не обратился в веру. Неужели все было напрасно? О, нет, в результате Павел остался верен своему Господу и не предал его. Он показал нам хороший пример того, как надо вести себя, когда мы не видим плодов своих трудов. Продолжайте верить. Оставайтесь верными Господу, несмотря на всю помпезность этого мира. Аминь. Апостол Павел оказался перед царем Агриппой и получил возможность выступить перед ним в свою защиту. При этом он говорил о надежде и рассказал о своем обращении в веру. Пастор Вегерт, о какой такой надежде он тогда говорил. Значит ли история о его обращении что-то и для нас сегодня? Актуальна ли она для нас? Да, сначала Энди и отвечу на вопрос о надежде. Человечество и по сей день испытывает большую безнадежность. Павел был фарисеем, причем был фарисеем очень крайних взглядов. Для него надежда была направлена на спасение и возможность однажды предстать перед Богом. Поэтому он неукоснительно соблюдал закон. Но насколько велик закон, настолько велико проклятие для нас, людей. «Кто возлагает надежду на закон, тот в итоге пропадет». Только после своего обращения в христианство апостол Павел, тогда еще бывший Савлом, осознал, что Иисус Христос — это надежда, которая освободит его от безнадежности закона. «Это стало возможно только благодаря обещанному нам Сыну Божьему, умершему на кресте за наши грехи, не нарушившему ни один Божий закон. И именно благодаря вере в Него у нас есть надежда оправдаться перед Богом, именно благодаря Господу нашему, Иисусу Христу». Да. Рассказывая историю о своем обращении в веру, Павел упомянул о том, что сказал ему Господь, а именно, что ему будет трудно идти против рожна. О каком таком рожне говорил ему Бог? Он описал Павлу его сердце, которое никак не хотело принимать Иисуса. Павел противился этому. Он брыкался ногами и руками. Он не хотел принимать Иисуса Христа и верить в Него. После своего откровения по пути в Дамаск, когда ему явился Иисус и поверг бедного Павла на земь, он сказал ему, что ему будет трудно идти против рожна. А это означает, что все же есть некая сила, которая заставляет нас покориться Иисусу, признать свои грехи и возложить свою надежду только на Него. Такое происходит и в наше время. Иногда это проявляется в том, что Бог ведет окольными путями тех, кто уже давно отвернулся от Него. В их жизни это проявляется в событиях, которые потрясают их, тех людей, которые продолжают бракаться, словно неведущая скотина, например, в каких-то несчастьях или в каких-то других событиях, происходящих с ними, потому что они когда-то давно отвернулись от Бога. Когда Павел рассказывал свою историю о том, как Бог изменил его жизнь и начал проповедовать о надежде в Иисуса Христа, на это были две совершенно разные, но в то же время похожие реакции. Что это были за реакции и как реагируют люди сегодня? Да, конечно. Фест отреагировал на это своей гордостью. Он воскликнул «Ты сошел с ума, ты растерял весь свой разум». Так реагируют самоуверенные люди, которые считают, что они выше Иисуса, Бога и всего прочего. Другой тип людей — это те, кого больше волнует вера, как, например, царь Агриппа, но ему не хватило сил следовать за Иисусом, потому что он опасался реакции других людей, он боялся того, что на это скажут люди. Он думал «Я же царь, я не могу признаться, что я верю в Назарея и следую за тем, кого они распяли». Поэтому, дорогие телезрители, гордость и страх перед тем, что на это скажут люди, вот два основных препятствия для веры, просто преодолейте их, и тогда путь ко Христу и живой вере для вас будет свободен. Пусть Бог пошлет нам все это, и именно об этом мы будем молиться. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА